Ну, здравствуйте, дорогие друзья! С вами снова фирма Петерсон и я, Эдуард Петер, и мы с вами делаем очередные покатушки. В этот раз я решил вас взять с собой по дороге в Аугсбург. И хотя мы туда уже с вами ездили, но ради вас я сейчас выберу другую дорогу, не автобан. Пока мы идем по автобану, но после Мемингена, у городов такой есть, я выберу именно такую трассу. Да, это потратим лишние 40 минут, но зато и вы, и я посмотрим опять на красивую жизнь на окраинах городов. В земле Баден-Вилтенберг. Договорились, как только я начну сворачивать с этого скучного автобана, так я вас включу вновь. Договорились? Ну, давайте, пока. Я бы хотел вам показать сейчас промышленные зоны. Вот одна. Дагсер. Не знаю, что он Дагсер выпускает, сейчас посмотрим. Пом-пом-пом. Непонятно. Вот Пфайфер. Еще раз. Это, да, это промышленная зона, ребята. Настоящая промышленная зона. Итак, я вижу, через 2 километра мы будем с вами съезжать. И поедем параллельно автобаны. Я вам сказал, что Баден-Вилтенберг, ребята, извините, дело в том, что мы въезжаем в Аугсбург, подъезжая. А Аугсбург это Бавария, хотя это швабы. Они не считают себя баварцами, они швабы. Это мои родственники и мои предки. То есть у них своя была ипостась. Так, вот сейчас, близко через 90 метров, мы с вами съедем. Вот здесь. Ну, покатаемся немножко по деревушкам. С другой стороны, я говорю, что с одной, вернее, с одной стороны, я думаю, ну, что здесь, ну, что здесь, ну, сто раз тут ездили, везде, то есть были как бы, ну, что, постоянно-то одно и то же показывать. А с другой стороны, я вспоминаю себя, как я с жадностью смотрел все видео, которые только привозили нам. Так, куда нам сейчас? Что он скажет нам? А, куда тут повернуть? Отсюда, что ли? Странно. Ну, давайте поедем сюда. Я ему отключил, как бы, поездку по Авсобану, да, поэтому он выбрал городскую, междугороднюю дорогу. Ну, она может идти, действительно, сейчас она идет параллельно. А, обычно, здесь, ну, где-то, сто, мы можем ехать. Я думаю, не так много мы времени потеряем. Хотя, я сомневаюсь. Хе-хе-хе-хе-хе. Все-таки, это междугородкая, но тоже она прокладывается по самим деревушкам. Так, а что она нам скажет? Ага, налево немножечко, да, сейчас сдвигаемся. Ну, все, поехали. Навигация говорит, что мы в три часа приедем. Это то, что нам и надо. Сегодня нас обещают угостить грилем. Я на батуте попрыгиваю со своими внуками, они обожают это. Ездить на мне верхом, скакать, как Чапаевы. Ну, вот, мелкие. И прыгать на батуте, и вообще играть во всякие игры. Я тоже их не видел очень долго из-за этого коронавируса. Но сейчас мы разрешили бабушкам и дедушкам, разрешили посещать своих внуков. Хе-хе-хе-хе. Вот так даже специально разрешили. И это было прекрасно. Ну, пока ограничений нет, мы с вами едем в 120. Дорога позволяет. У нас все зелено. Понимаете, некоторые вот, допустим, школьная подруга моей жены, она приезжала к нам в гости, она просто поражалась. Нам же в школе говорили, что леса вырублены все в Германии. Да-да. Я вам уже показывал и рассказывал, как они рубят и как они тут же садят. Это не те китайские марморские вырубки в сибирских лесах. Нет, здесь в природе относятся очень хорошо. И, как говорится, чисто не там, где убирают, а там, где не ссорят. Немцы в этом плане очень аккуратны, конечно. Особенно там, где вот такие игрушки еще сохранились. Мне интересно, что у них маковки такие же, как на русских церках. Вот, если видно, посмотрите. Вот там. И солнечные батареи, 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 батареи. Так. Создаем скорость, уезжаем. Небольшой поселочек. Объркамлах. Я рассказывал, что здесь нет полицейских, как правило. Ну, как и... Поэтому вон стоял сейчас. Они ставят просто на дороге, на въезде, как правило, ставят этого. Который фотографирует. И все. Таким образом, как бы, все знают, что въехав в населенный полк, здесь 50, все, забывай. Сейчас я включу специально этот круиз, который будет держать по 50 км в час. Вот такая небольшая деревушечка. Мы ее проехали. Теперь мы постепенно газ-рег. То есть ногу с газа, дети. Понятно. Так. Поехали. Дальше. Теперь до Миндельхайма еще 6 километров. Нас призывают посетить этот живописный городок. Как бы мы не можем сейчас у нас есть свой отец в Миндельхайм, но мы все равно внутрь проедем. Вот. Красная крыша. Красиво. Полицай. Хе-хе-хе. Да. Мы все-таки поедем через городок. Ну вот. Можете посмотреть, как он тут выглядит. Это, как правило, остаток ворот. Так, ну куда? На, направо, да? Это вот старые ворота. Немножечко они, ну как немножечко, хорошенько их подновили. На самом деле это вот как такие башни большие с проездом. Это и есть бывшие крепостные стены. Так, мы сюда, по-моему. Тут не бывает, ребята, некрашенных фасадов. Бывает, конечно, но это редко. Обычно это один-два таких. Это очень редко бывает. Ну вот так вот махает. Вы говорите, как махает? Вот так. Что я их пропустил, они махают. Я за все время видел, может быть, два или три таких здания. Ну, мне объясняли, что человек уехал за границу. И как бы не следит за своим домом. И оштрафовать его нельзя, потому что его нет. А так, не можешь ухаживать за своим домом, все. Или штраф тебе, или сдавай его городу, или как, продавай. Те, кто может. Вот. Ратушина, нет. Часы, как правило, красиво. Так, куда нам? Нам надо направо, да? Вот, посмотрите, какой живописный здесь. Не знаю, видно, нет ли его. Здание раскрашенное все. Здесь есть. Поворачиваем. Аккуратно. Народ пропускаем. Так. Что у них зеленый? И идем дальше. Почем меньше без 10-чик-то? Почем 10-чик? Шелл обычно дороже 116, да? Пора 16. Не нужен нам шелл. Другие найдем. Запорожки подешевле. Так. Вот. Небольшой городок. Вот, окраины уже, наверное, это. Они низкие все. Одноэтажные. Двух, трех, отсилые. Поселения, где живут в основном иностранцы, мигранты, иммигранты и так далее. Вот они многоэтажные. А так, это частые дома. Ну, это продуктовый магазин. Сегодня воскресенье. Он, конечно, уже закрыт. В воскресенье у нас не работают магазинчики. Отдыхают все. Ну, как вы понимаете, тут с религией еще связано, что не должен человек в воскресенье работать. И все. Скажите, а как же, если что? Ну, если что, ребята, есть заправки. Заправки из этого списка вычеркнуты. Можно купить все, что выживаешь. Да что ж такое. Вот так все. Мы выехали из этого прекрасного городка. Да, действительно, живописный. Малерыч, как они называют. Продолжение следует...